Подобного обсталявания нема ни у одним ВНУ Республики и СНД. В Барановицком университете заявилась уникальная ионная установка. Корреспонденты новин познайомились с ее мягчимостями. Полтора миллиарда рублей выделило Министерство адекватации Беларуси для набытия этого важного и потребного для инженерного факультета Барановицкого университета обсталявания. Подобных установок нема ни у одной ВНУ Республики и СНД, а ли не на одном промысловом предприемстве Брещины. Запуск новой установки проходит с уделом выкладчика у студентов, представников Академии науки, предприемства у машинобудовничей Галины. Установка створена белорусскими навуковцами. Качество нашего оборудования достаточно высокое. Идеология, которая заложена, тоже позволяет превосходить по некоторым параметрам немецкое оборудование. В частности, энергосбережение, худельное энергосбережение на упрощение деталей на 10-20% ниже по сравнению с немецким оборудованием. Новое обсталявание установлено в будинку инженерного факультета. Его студенты будут выучать махчимость ее на плазменной установке и заниматься навуковыми доследованиями. С помощью этой установки мы можем укреплять прочность и твердость деталей. Мы преследовали цель, когда приобретали эту установку двоякую. Первое, что она нам даст возможность готовить современных специалистов на более высоком уровне. Они будут знать и знакомы, и будут уметь пользоваться теми последними достижениями науки и техники. И, с другой стороны, мы можем также на этой установке проводить ряд тем, которые будут являться потом основанием для защиты диссертации. В Барановицком университете вы решили створить центр коллективного користания ее на плазменной установкой. С користацией ее смогут и промысловые предприемства. Это будет взаимовыгодное сопрацовничество. Установка коллективного пользования одна на весь город, когда можно просто взять, привезти к вам сюда, в университет. А не возить куда-нибудь, скажем, в иные города Беларуси, Минск, Гомик, где имеются подобные установки. Для нас это, скажем, большая помощь. Это сокращение транспортных расходов, в первую очередь. Во-вторых, возможно, сокращение расходов производственных. Алена Громадская, Алиса Григорчук, Юрий Цито, областные новины, Барановичи.